Доброго здоровья! Это ответы на очередные вопросы. Здравствуйте, Руслан! Возможно, ранее вы уже отвечали на подобный вопрос. Но уж очень интересует, что происходит с человеком, с его Высшим Я, после того, как Душа прошла весь опыт в разных измерениях, развилась до того состояния, при котором уже не требуется воплощаться. Какие цели и для чего живет Высшее Я потом? Какова суть жизни в целом? И куда попадают Духи, которые все же не стали развиваться, по каким-то причинам вымерли все? Ну что ж, попробуем разобрать. Что происходит с человеком, с его Высшим Я, после того, как Душа прошла весь опыт в разных измерениях, развилась до того состояния, при котором уже не требуется воплощаться? А вы знаете, что количество измерений бесконечное? Как для человека, так как для Души, так и для Высшего Я, который существует и который есть ниже его, выше его, и параллельно ему бесконечное количество измерений. Если Вы имели в виду, что какое-то Я наше, мы, или чуть более высокое, прошло весь опыт ниже стоящих измерений, если оно все еще находится в теле, например, оно прошло весь возможный опыт, все свои желания осуществило, потребности и намерения, в этом теле, например, это Я, то Я останавливаюсь в действиях. Я перестаю желать особо, и значит, двигаться, действовать, перемещаться. Я нахожу самое удобное, укромное, или тихое место, или состояние, или, скорее всего, одно и то, и другое. Да, обычно такие Души, люди, Я, находят место, самые уединенные. Хотя до этого времени они могут постепенно уменьшать контакт с теми, кто им не ровнее, кто им не равен, у кого еще много воплощений впереди, кто еще не исполнил, не выполнил все свои желания и намерения. Так вот, такая Душа, например, в нашем теле находящейся, находит место, уединенное. Например, в лесу, в пустыне, в тропиках, в степи. Хотя в этих местах их могут тревожить разные живые существа. Как животные, так и люди. Хотя здесь, смотря как он обустроит свое место, а в итоге, эти люди приходят к выводу, что из природно выстроенной, получившейся в результате перемещения лавы, полностью пространства внутри камней, гор, скал, особенно в отдалении от людей. Но люди добирают... Но может быть весьма удобным расположением, пребыванием или новым местом жительства, когда Душе надоело общаться с теми, кто ему уже далеко и давно не равен. И тогда оно ищет общество и находит очень быстро, и уже общается к этому времени с существами равными себе. Или чуть выше, или чуть-чуть ниже, но ненамного. Поэтому Душа выбирает проходить, например, опыт в медитациях. То есть все меньше действовать физическим телом, и все больше действовать тонкими телами. Или все более тонкими, потому что их по плотности у нас много, и спектр великий. Например, уходит в уединение, а в горы. То есть вначале располагается под горами, в низинах. Потом, когда понимает, что ей контакт с людьми не очень интересен, которые могут приходить или жить в рядом, расположенных или не так далеко поселениях, оно начинает перемещаться выше в горы и искать полости, пещеры повыше и подальше от людей. Конечно, там похолоднее, конечно, по пустыне, но к тому времени это Душа и Тело учатся регулировать температуру изнутри, чтобы не замерзать. И самые старые, самые древние души, следуя тому, что я сейчас рассказываю, живут на больших высотах, в горах. Эти души не нуждаются в общении с человечеством, в прямом общении, через физическое тело, через вербальный разговорный стиль. Но они могут общаться или обмениваться с некоторыми представителями человечества телепатически на расстоянии с тонкими телами. И все больше общаются с теми, кто имеет те же возможности, что и у него. Но, прожив, тогда это Тело потихонечку выясняет, то есть Душа поясняет, как это Тело не умерщвлять, больше не умирать, а оставить его в состоянии или преобразовать, потихонечку изменить в состояние, в котором оно не имеет болезни и не имеет смерти. Но рано или поздно даже таким Душам надоедает держать физическое тело здесь и тогда начинает поднимать его вибрации. Сначала пытаться оставить А, но некоторые просто как бы замораживают или закристаллизовывают или фиксируют такие тела в холодных местах чуть-чуть слегка в горах, поддерживая некоторым количеством энергии, чтобы оно было в полуживом состоянии. В анабиозе, это так можно назвать, в глубокой, длительной медитации, в коме можно назвать, разные характеристики можно применять. В общем, замораживают тело и не посещают его годами, десятилетиями или столетиями. не в прямом физическом смысле заморозка, хотя и это тоже экспериментируется. Хотя есть и жидкости, в которые помещаются такие тела, и в энергетические коконы, в том числе, но это уже особая тема отдельная, для другого видео, наверное. и иногда такая душа может отдать свое тело на использование другой души, менее развитой в этом измерении или желающей получать опыт. И такое происходит. Иногда оно повышает вибрации и переводит его постепенно, медленно, в более высокочастотное состояние. Но это особое мастерство. К этому подходят далеко не сразу самые древние души. Они учатся этому постепенно. Но большинство тех, кому надоело здесь, хотя нет, не скажу, что большинство, до этого такие души оставляли на все более долгий срок это тело в действии. Хотя, а, есть ситуации, когда оно... Так, здесь информация еще не промедитирована, поэтому я не буду, скорее всего, здесь что-то говорить. Сейчас, ладно, об этом позже, возможно. здесь вопрос, что происходит с высшим Я или с душой. Да, это два разных Я. Иногда они могут оставить, получая весь опыт, не преобразовывать физическое тело, Попробуйте его оставить в покое. Хотя, я еще не выяснял точности, а оставить физическое тело без энергии, просто на умирание, вызывает ли это карму, или потом в итоге возвращает эту душу, как... Так... С позиции древней души, или... Да, а если тело оставляется, просто душа выходит, остаются промежуточные тела, эфирные, астральные, а ментальные, а душа возвращается в это, и если это тело все еще живо, рано или поздно, либо... Если тело умерло, или погибло, или разложилось, оно... Так как оно не смогло усовершенствовать это тело, оно продолжает воссоздавать подобные тела, пока не выигрывают эту игру, пока не поднимает все свои остатки, которые здесь могла оставить до высовых... до высокочастотных состояний, и делает она это очень постепенно. То есть, душа, получив опыт, просто поднимает этот опыт до других реализаций. Она не оставляет навсегда эти измерения, или эти тела в этих измерениях, более низших, оно их поднимает. Если она оставляет, то она вынуждена... Она оставляет ниточки здесь, зацетки. То есть, что-то свое оставив, даже на умирание, она не реализует полностью весь опыт. То есть, оно потом учится не умирать, а восстанавливаться, самовосстанавливаться, омолаживаться, а потом и поднимать вибрации тех тел, которые стоят, ниже стоящих, которые оно сформировало. Это и физическое, и промежуточное тело. Пока оно постепенно не выводит его до своего состояния, откуда оно и работает, хотя мы, как матрешки из разных Я состоим. Каждое Я работает как вниз, так и вверх, так и с разными своими Я. Мы можем получать инсайты, послания, отзывы, энергию от разных Я в разное время, которые в разной степени участвуют в нашей жизни или иногда касаются ее, или пытаются приподнять нас, или реализоваться через нас. И рано или поздно каждое измерение, полностью заполнив опытом, душа выходит, выводит точнее свои тела из этого измерения, преобразуя, поднимая их в вибрациях. Вот что делает душа, получившая опыт в каком-то из измерении, полный опыт. Оно выводит через поднятие вибраций тела. Хотя это делает в самый последний раз, когда это до этого оно пытается оставить тело, если оно еще не понимает, что бесполезно его оставлять. Придется вернуться. То есть здесь, все, что мы здесь оставляем, это наше, это может растворяться, кажется, что растворяться, но часть энергии все-таки остается здесь, пока мы ее с собой не забираем. Да, она меняется, она не исчезает, не растворяется полностью, она просто меняет состояние, пока мы не прибираем его с собой. Хотя это такие сложные процессы, которые пытаюсь объяснить, и мне мои говорят, что я в очень искаженном виде, и очень фрагментированно, и мизерно пытаюсь выразить то, что происходит. Хотя они говорят, хоть так, хотя бы это, но уже какая-то польза. По-другому здесь очень трудно объяснять, если вообще возможно, теми терминами, понятиями, которые существуют в более высоких измерениях. какие цели для чего живет Высшее Я потом? Как это интересно, это как спросить муравья, какими целями и для чего живет человек? Сможет ли муравей ответить на этот вопрос? Он может что-то объяснить телепатически или показать, как он живет для чего, но для чего живет человек, это буквально он не сможет и 0,1% выразить, даже если живет в доме у человека и может иногда его наблюдать. Оно что-то видит, но не может понять. Также мы можем что-то слегка чуть-чуть видеть, наблюдать, смотреть, слышать, но понять и выразить для чего живет Высшее Я потом я не уверен, что вообще возможно. Хотя может быть в какой-то мизерной степени как-то отдаленно. Но если вы такой смелый или вы можете сами это попробовать, можете попытаться предположить и написать у меня в комментариях на стене под видео, например. Может быть вы приблизитесь к очень маленькому проценту выражения того, что для чего живет Высшее Я. Какова суть жизни в целом? Это вам самим выбирать. Для каждого она разная суть. Суть. Если бы я сказал вам суть, я бы сказал только свою суть и на этот момент, на эту секунду, на уровень или состояние моих сегодняшних пониманий, которые меняются по мере развития. Выразил бы я суть всего человечества? Очень маловероятно, если это вообще возможно. Потому что у каждого своя суть, свой смысл, хотя есть некоторые общие моменты, общие направления движения. но любое мое фраза и слово предложение будет искажением, хотя я могу примерно по маленький процент чуть-чуть выскажу на виде выскаживайтесь. Это в спуске в эти измерения получения опыта, а потом поднятие отсюда. Сбор потерянных частей себя, усиление, увеличение своего размера за счет сбора, повышение частоты вибрации и приподнимание постепенно отсюда. Это очень-очень условное и приближенное понимание мое сегодняшнее, которое конечно в полной мере не отдаёт, не отображает что происходит в действительности. если это вообще кто-то сможет выразить словами. Куда попадают духи, которые все же не стали развиваться по каким-то причинам вымерли вовсе? Это при каких духах имеется в виду? Это кто может вымер... Вряд ли вообще кто-то может умирать. мы как каждый из нас это даже вот это тело это сжатая энергия уплотнённая она просто меняет состояние. Мы как сознание меняем свои разные оболочки меняем состояние просто перемещаемся в виде духов мы в виде людей в виде энергии в виде я мы перемещаемся из мира в мир получаем опыт наслаждаемся спускаемся какой-то мир получаем опыт потом поднимаемся постепенно или перемещаемся в параллельные миры дополучаем какой-то опыт расширяем его это как плавание бесконечное во времени и пространстве того фокуса сознания которым вы сейчас обладаете расширение его или фрагментирование сужения когда мы деградируем например это бесконечная тема и время сейчас закончилось поэтому я с вами прощаюсь до следующих встреч пока пока Продолжение следует...